В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова с рабочим визитом посетила Ленинский городской округ. Хочется отметить высокую экологическую ответственность руководства завода. Для удобства граждан в дни голосования работают мобильные пункты, где можно выразить свою гражданскую позицию. Развешивались объявления на остановках, то есть по телевидению, по СМИ это объявлялось. В 2020 году документы от абитуриентов в колледже Подмосковья принимают дистанционно. Мы объявляем набор как в бюджетных групп, так и в небюджетных. Ленинский городской округ вновь с рабочим визитом посетила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова. Она побывала в разных точках муниципалитета, в том числе посмотрела работу участковых избирательных комиссий и познакомилась с градообразующим предприятием «Видного» Москоксом. На заводе с ней побывала и наша съемочная группа. Сегодня на Москоксе трудится без малого тысячи человек. Первым, о чем поинтересовалась гостья, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова, как работало предприятие в период самоизоляции. Управляющий директор Сергей Билан отметил, что завод не останавливался ни на один день. Периодически сотрудникам делают тесты, правда без заболевших не обошлось. Практически месяц мы работали с сокращенной численностью, а управленческий персонал практически весь на удаленке и сегодня половина управленческого персонала на удаленке. Далее для Натальи Егоровой провели автобусную экскурсию, показали предприятие, рассказали о его истории и дне сегодняшнем. Сергей Билан познакомил с экологическим направлением предприятия, показал новый «Газгольдер», запущенный в конце прошлого года. Он дает возможность устранить те выбросы газа, которые допускались ранее. Хочется отметить высокую экологическую ответственность руководства завода. Много сделано мероприятий для улучшения экологической ситуации на заводе. Это очень важно. С администрацией муниципалитета руководство предприятия работает в тесном контакте. Сергей Билан отметил, что министр постаралась понять проблему завода, оценила достижения и понадеялся на то, что эта встреча положит начало более глубокому сотрудничеству Москокса с правительством региона. И первый шаг предложения Натальи Егоровой поучаствовать в программе поддержки предприятий. Наталья Егорова пообещала, это не последняя встреча и пожелала предприятию процветания и новых достижений. Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно это вы. Продолжается голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Для удобства граждан на территории Ленинского городского округа работают и мобильные пункты голосования. Для этих целей переоборудовали пассажирские автобусы. О работе одного из них узнала наша съемочная группа. Подробности в репортаже Максима Козлова. Деревня Андреевская находится, как говорят в народе, на отшибе. Но тема привлекательна для людей, которые не терпят городской суеты. Именно сюда и приехал мобильный пункт для голосования. Как и на других стационарных пунктах для голосования, здесь соблюдаются все меры безопасности. Всем выдают маску и перчатки, ручка у каждого также персональная. Автобус стоит на одной из улочек Андреевского. Каждое утро он отправляется из Видного в какой-либо населенный пункт Ленинского городского округа. Географическая точка, где будет пункт голосования, естественно, определяется заранее, чтобы оповестить об этом местных жителей. В деревне живет более 280 избирателей. Те, кто сегодня пришел на мобильный пункт, отмечают, что раньше голосование было сопряжено с рядом трудностей. Сейчас удобно. В прошлый раз, когда мы голосовали, было категорически неудобно. Всех жителей направляли в Володарское. По поводу избирательных пунктов никто никого не уведомил. Раньше мы в Видно ездили, очень долго искали какую-то школу, не знаю. В Молоково тоже неплохо было голосовать рядышком. А здесь прям замечательно. Перед тем, как предоставить право голоса гражданам, которые самостоятельно пришли на мобильный пункт, члены избирательной комиссии объехали тех, кто оставил заявку для голосования на дому. Сегодня у нас запланировано с 9 до 14.00. Это на данном участке мы голосуем. И затем с 15.00 до 19.00 мы выезжаем в деревню в Богданих. Развешивались объявления на остановках, то есть по телевидению, по СМИ это объявлялось. Плюс обзванивали участки. То есть всевозможную информацию пытались донести до населения. Таким образом, все желающие могут проголосовать по поправкам в Конституцию Российской Федерации рядом с домом. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Тему продолжим с нашей гостью, председателем территориальной избирательной комиссии города Видное Верой Маркиной. Вера Сергеевна, здравствуйте. Сегодня пятый день голосования по поправкам в Конституцию. Сколько избирательных участков на территории округа? На территории округа у нас 63 избирательных участка. Но принимая во внимание, что это у нас не избирательная кампания, а именно голосование по поправкам в Конституцию, ЦИКом принят новый порядок. И в связи с этим дополнительно территориальной избирательной комиссии определено 23 труднодоступные территории, куда для удобства жителей у нас дополнительно выезжают либо специальные брендированные автобусы, либо у нас там есть помещения стационарные, в которых могут располагаться члены участковой избирательной комиссии. И граждане в этих труднодоступных местах как раз имеют возможность проголосовать рядом со своим домом. То есть все сделано так, чтобы максимальное количество граждан воспользовались своим правом и проголосовали за поправки. Голосование на дому. Это можете рассказать подробнее, что это, как подать заявку? Да, подать заявку для голосования на дому можно было и через портал госуслуги. Вот, также можно подать заявку, обратившись к нам в территориальную избирательную комиссию по телефонам. Можно напрямую в участковую избирательную комиссию, если гражданин знает, к какому избирательному участку относятся. Список телефонов и участковых комиссий был опубликован в последнем номере видновских вестей. Там внутри на развороте все эти контакты есть, поэтому кому необходимо, они могут посмотреть в газете, либо обратиться к нам в территориальную комиссию. Мы обязательно подскажем и скажем, к какому участку относятся. Поэтому голосование на дому в этот раз носит заявительный характер. Никаких причин указывать не нужно. То есть это может быть выезд и к молодым нашим гражданам, кто просто в силу того, что опасается того, что еще карантинные меры не сняты, опасается приходить на участок, просит, чтобы к нему приехали, проголосовали дома. И в этот раз еще у нас прием таких заявок для голосования на дому продлится до самого дня голосования, до 17.00 1 июля. Поэтому все граждане, у которых нет возможности прийти на избирательный участок, пожалуйста, вы можете обратиться к нам, и мы эту заявку передадим участковую комиссию, к вам обязательно приедут на дом. И, конечно же, большое внимание еще раз хочу уделить тому, что максимально безопасно голосование в этот раз проходит. Голосование на дому проходит без того, чтобы член комиссии зашел в квартиру. То есть все проходит на лестничной клетке. Сначала дезинфицируется дверь, ручка. В специальном пакете для гражданина вешается на дверную ручку пакет. Там все средства индивидуальной защиты есть, бюллетень. Он голосует отдельно в переносной ящик. И после чего уже члены участковой комиссии забирают переносной ящик и возвращаются в участковую комиссию на место. Мира Сергеевна, у вас есть прекрасная возможность пригласить наших телезрителей принять участие в голосовании. Да, уважаемые наши жители, телезрители, мы вас приглашаем на избирательные участки. Хочу обратить внимание, что в этот раз они работают с 25 числа по 1 июля, с 8 утра до 8 вечера. В любое удобное время вы можете прийти и проголосовать. И, конечно, включая день голосования, те, кто все-таки затянул, мы вас ждем обязательно 1 числа на наших избирательных участках. Спасибо большое. А я напоминаю, что сегодня у нас в студии была Вера Маркина, председатель территориальной избирательной комиссии города Видное. Пандемия коронавируса дорого обошла в системе российского образования, начиная с перевода обучения на дистанционку, отмены выпускных и заканчивая новыми требованиями к поступлению в высшие учебные заведения. Наша съемочная группа посетила профессиональный колледж Московья и узнала, что изменилось в правилах приемной комиссии. Набор в колледже и вузы Подмосковья в этом году пройдет не по привычному сценарию. Из-за пандемии коронавируса документы от абитуриентов принимают дистанционно. Заявление в колледж или вуз по программам среднего профессионального образования можно подать с 20 июня через региональный портал госуслуг. Для этого требуется заполнить специальную форму, указав личные данные, контакты, учебное заведение, специальность. У нас есть портал, мы заходим через РПГУ, обрабатываем каждое заявление, заявку, присваиваем статусы о рассмотрении либо отклонении, если не хватает каких-то документов. Елена Кочеткова, руководитель Ленинского структурного подразделения профессионального колледжа Московья, пояснила, что подать документы на поступление в электронном виде можно сразу в несколько образовательных организаций Московской области. Мы объявляем набор как в бюджетных групп, так и в небюджетных. Бюджетное количество мест 150, в небюджетных также 150. Абитуриент может подать заявление на несколько специальностей одновременно. Но по окончании работы приемной комиссии следует определиться с направлением подготовки. Заявку обязаны рассмотреть в течение суток. На почту абитуриента придет уведомление о статусе его заявления. Либо отклонено, это значит, что не хватает необходимого количества документов, либо принято к рассмотрению. Именно в таком статусе оно будет находиться до 25 августа, до окончания работы приемной комиссии. Статус рекомендованно будет присвоен позже, после того, как у нас закончит работа приемной комиссии. То есть мы уже будем формировать контингент и составлять списки наших будущих студентов. Вступительные испытания в колледже Московия организуются только для одной специальности – защита в чрезвычайных ситуациях, которые планируются только после 15 августа. О форме и проведении будут уведомлять дополнительно. А 27 июня в колледже состоялся выпускной. Он прошел в формате видеоконференции. В этом году получили дипломы 129 студентов, 17 из них с отличием. Во время мероприятия они благодарили своих наставников за тот путь, который прошли вместе. От лица группы ОПВ-161 хочу поздравить всех преподавателей и руководства колледжа с окончанием учебного года и выразить слова огромной благодарности. В нашей новой рубрике «Видному 55» сегодня мы решили заглянуть в самую древнюю историю нашего края и узнать, кто же жил здесь до того, как был построен Московский коксогазовый завод и рабочий поселок Видное. Многие знают, что рабочий поселок, а затем и город Видное появились благодаря строительству Московского коксогазового завода. А что на этих землях было до этого? С этим вопросом мы решили обратиться к краеведам историко-культурного центра. В X веке здесь жили угрыфинские племена. В XI веке поселились племена Бятичи. Доказательством этого является наличие курганов. В нашем Ленинском районе насчитывается около ста курганов. В результате проведенных раскопок археологами были найдены уникальные памятники культуры, украшения и древние захоронения, датируемые тем временем. Позже на этих землях располагались усадьбы знати. Среди которых следует назвать сподвижников Петра I, Федора Ромодановского, его сына Ивана, графов Апраксиных, князя Александра Меньшикова. Владели землями здесь двоюродные дядя отца Александра Сергеевича Пушкина, князь Дмитрий Трубецкой. Купцы первой гильдии Дмитрий Расторгуев и Иван Гаврилов. Кстати, на месте бывшей усадьбы последнего в конце 30-х годов и возник временный поселок МКГЗ. А в 1949 году был создан генеральный план по строительству постоянного рабочего поселка. Автором, архитектором является Борис Ефимович. При рассмотрении проекта принимал участие известный архитектор, академик Щусев, который является автором мавзолея, Казанского вокзала, гостиницы «Москва». План был вскоре одобрен и стартовало строительство. Мы поинтересовались у жителей, знают ли они, где появились первые дома видного. Краеведы уверяют, первые дома будущего города Видное появились на зеленом переулке, на месте бывших полей. Они больше напоминали дачные домики, чем основательные привычные кирпичные постройки. Здесь и сейчас сохранился совсем не городской колорит. Затем началось строительство на Садовой улице, Медицинской, Школьной, Заводской, Северной и Крайней. Впоследствии последние две переименовали в улицы Лемешко и Гаевского соответственно. Но это уже совсем другая история. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания.